Те руководители, которые говорят, что ой, кризис уже прошел, или ой, он только впереди, или мы в середине, они просто люди, они имеют право иметь свое мнение. И они, кстати, все эти люди, они живут в Москве, а Россия это не совсем Москва. То, что касается меня, мне кажется, и так говорят все мои знакомые, что мы в течение долгих времен всегда живем в каком-то кризисе. Ну, у нас всегда были санкции и так далее, и тому подобное, но никто, никакие санкции не победят наши огородики, наши дачи, наше умение вязать руками свитера, носки и так далее, и тому подобное. Я не говорю, что об этом, к этому надо возвращаться, но я говорю, что это не надо забывать. Потому что бабушки, ну носки самые теплые, а не купленные в каком-нибудь супермодном магазине. То, что касается, коснулось меня? Меня не коснулось. Вовремя, очень классно, что уже какое-то большое количество лет мы получаем чистыми зарплату с выплатами полностью по всем гонорарам, выплаты в пенсионный фонд. Ну, в общем, все вот эти оплаты, налоги. Я очень рада, что я добропорядочный человек, за все плачу налоги. То есть я получаю в рублях, и все мои коллеги получают в рублях. И когда начинают кричать, ой, цены выросли, это вранье. Я ходила в магазины, это вранье. Там, где они выросли, тут же дали по макушке, и цены опустились. Да и потом, ну не купят эти помидоры за 350 рублей, а пойдут. Я сегодня покупала помидоры за 71 рубль. Вот так вот. И не надо врать, товарищи. Плюс ко всему, я в рублях получаю, я в рублях и трачу. Почему я должна думать о стоимости нефти, доллара, доллара? Зачем мне это? Только для того, чтобы если выехать за границу. Если я туда на работу, мне платят. Если я туда, если я иду отдыхать, я имею в виду, что я могу выбрать теперь, наконец, достойный отдых в России. Я не поеду, я им тут, что я должна свои рубли менять на их еврики и ехать им отдавать? Зачем? Я лучше своим заплачу, оплатив свою путевочку. И так рассуждает очень. То есть, мои коллеги все так говорят. Хотя у меня родня живет в Европе. Если мне надо будет, я поеду. А бензин? Пол доллара? Ну, сейчас вот доллар опустился, он чуть-чуть, там, 70 центов стал. Это в какой-то стране, в Европе так стоит бензин. Поэтому, ну, меня не коснулся. Единственное, что, конечно же, я понимаю, стало чуть меньше предложений именно в сфере киноработы. Но у меня есть работа в телевидении, я пишу книги, я записываю песни, и у меня сольные выступления. Поэтому, господа, не надо жаловаться, нужно только оглянуться и увидеть в себе еще несколько талантов. И кризис никогда не становился вот этим камнем преткновения. Кризис – это та вот дорожка, которая распихивает эти камни и стелется. Только приложите фантазию. Ну, вы же русские. Господи, а сноровка наша и так далее. Мы очень талантливые все. Надо только покопаться и найти какой-нибудь талант, который принесет тебе дивиденды. Работать над собой надо.